Парламентаризм Мы знаем, что парламентаризм прошел очень много перемен, его ожидало, очень много строев сменилось и так далее. Вот каковы роль и существенные различия парламентаризма на разных этапах развития нашей страны? Парламентаризм это когда разделяются власти в государстве на исполнительную, законодательную, каждый имеет свои функции и каждый работает по законам или конституции, все что как бы положено. В царской России было четыре состава Государственной Думы, четырежды избиралось, до по сути революции пока и царя не сбросили. В советское время съезд советов был, решал все. Съезды советов, советы были в районах, в городах, в округах, в областях и поэтому руководили всем советы. Съезд советов, в 36-м году в советское время была принята конституция первая, не первая она собственно, на 36-го года. И тогда стали избирать советы депутатов всех уровней, от сельского до верховного совета. По сути это уже современный был парламент в Советском Союзе. И он тоже просуществовал до наших перестроечных дел. И уже с 1991-1992 года в Российской Федерации существует нынешний действующий парламент, который тоже несколько раз избирался, переизбирался. По сути дела образована была система парламентская, классическая система парламентская, которая имеет два состава, то есть две палаты парламент. Это Государственная Дума и вторая палата Совет Федерации. Вот собственно они взаимодействуют, над всеми стоит президент и взаимодействие. Парламентаризм все-таки это развитие демократии. Из абсолютной монархии Россия перепрыгнула сразу в демократическое состояние. И я думаю, что это нам удалось пройти нормально, хорошо. И это очень важно. Владимир Николаевич, ну а если говорить по составу, вот дореволюционная Дума была очень разнородна по составу. Да. Можно ли то же самое сказать про Верховный Совет Хакасии? Ну что касается Верховного Совета Хакасии, он тоже у нас по составу был 75 депутатов. Сейчас у нас избирается 50 депутатов в Верховном Совете на каждых выборах. И сегодня по партийному признаку у нас входят 4 партии. Партии какие это? Единая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации, Коммунисты России, ЛДПР. Вот 4 фракции у нас в составе Верховного Совета. Надо сказать, что в основном работают конструктивно. Главная цель, которая определена парламенту, они выполняют. И я думаю, что вот... А что касается... Вот по составу Верховного Совета, у нас 32 депутата, это которые второй раз избрали, то есть они были в предыдущем составе. В первые избранных депутатов 17 из 50, это немало тоже. Имеют высшее образование из 50 депутатов 45, это 92% от общего числа депутатов. Довольно высокий образовательный уровень. Имеют специальность по образованию, высшее и среднее профессиональное, инженерно-техническое 15, экономическое 11, строительное 8, юридическое четверо, педагогическое 3, медицинское и так далее, сельскохозяйственное. То есть имеют специалисты разных отраслей экономики, народного хозяйства. И это дает возможность более профессионально рассматривать и решать вопросы. Верховный Совет что? Разрабатывает и принимает законы. обеспечивает в определенной степени контроль за их исполнением. Но правозаконодательные инициативы у нас имеют не только депутаты Верховного Совета, но и правительство. Районные и городские советы депутатов, то есть представительные органы местного самоуправления. Правозаконодательные инициативы. Владимир Николаевич, Вы уже затронули тему, что в следующем году Верховному Совету Хакасии исполняется 25 лет. Вот если говорить вот об этих 25 лет, 25 годах, что является незыблемым в работе депутатов всех созывов? И что изменилось, может быть, какие-то резкие перемены Вы можете отметить? Конечно, депутаты профессионально выросли. Люди думают, что все депутаты 25 лет и работают. Нет. У нас за это время сменилось. Прошло депутатскую школу. Я точно не считал, но в порядке примерно, ну, по крайней мере, около 300 человек. Это немало. Многие потом становятся в исполнительной власти работают, на хозяйственную работу переходят. По крайней мере, знаю, что половина министров, они все были депутатами. Действующих ныне министров. Заместители председателя правительства прошли эту школу. Я думаю, это очень полезно и нужно. Поэтому я хотел бы сказать о депутатах, что профессионально, ответственно работают и добиваются определенных результатов. Как Вы можете оценить роль Верховного Совета, например, в жизни каждого жителя? Да, жители, да. У нас ни один закон за 25 лет не отменил никакой суд, ни конституционный, ни общей юрисдикции. Но мы действительно некоторые законы отменяли, они утратили силы, поэтому сами изменяли этот закон и так далее. Это говорит как раз об устойчивой системе, которая у нас сегодня сложилась. Ну вот, собственно, устойчиво работает и Верховный Совет. Законы периодически обновляются, требуют внесения изменений, поэтому работа эта налажена, активно работают комитеты, комиссии Верховного Совета. Я должен сказать, что и правительство активно работает с нами. Имея огромный опыт исполнительной работы, они же анализируют постоянно, что удается, что. Поэтому правительство неслучайно является инициатором внесения изменений, ну, условно, в 60% случаях инициативу проявляют по внесению изменений, совершенствованию наших законов. И это как раз позволяет, чтобы законы действительно работали. Нам удалось и поднимать среднюю заработную плату в Хакасии, минимальный размер оплаты труда, выплачивать социальные пособия многим категориям граждан, начиная, как говорят, от многодетных матерей, кончая там больные люди, которые не могут в состоянии сами обеспечивать себя. И я должен сказать, что социальная политика у нас, она такая демократичная, и законы, которые мы принимаем, она сегодня защищает огромные слои населения. Конечно, не в той степени, как бы нам всем хотелось, но, по крайней мере, дает возможность достойно жить, существовать, по крайней мере. Но вообще, Владимир Николаевич, вы считаете, что удалось вот за эти 25 лет решить те задачи, которые ставились? Государство существует уже несколько тысяч лет вообще на земле. Еще ни одно государство не решило вопросы. Поэтому за 25 лет то, что мы ставили задачи, многие вопросы нам действительно удалось решить, и в силу разных причин какие-то были и невыполнения каких-то отдельных направлений. Но они связаны. Мы же не где-то отдельно живем, а мы в составе федеративного российского государства. И на нас еще действуют законы Российской Федерации. И мы обязаны им подчиняться. Бывает, что нестыковка этой политики на уровне федеральном или там региональном, который происходит у нас. Бывает, что не удается вовремя выполнить все социальные обязательства, которые мы там брали в законах или в бюджете. Но в целом удается выполнять процентов условно на 90-95. Это очень-очень хороший показатель. Владимир Николаевич, но планы на будущее и как вы оцениваете перспективы развития Хакасии? Ну, перспективы развития Хакасии я вообще оцениваю в целом позитивно, поскольку вот так, как говорят, Бог одарил Хакасию. В недрах Хакасии сосредоточена вся таблица Менделеева по разведанным запасам. Мы являемся четвертым регионом в Российской Федерации по объему добычи угля. Четвертым. Из 87 субъектов. У нас добываются железные руды, у нас молебденовые руды. И это позволяет нам строить на будущую хорошую картину, размещать промышленное производство, создавать новые рабочие места для того, чтобы люди могли где-то зарабатывать и готовить специалистов по этим направлениям. Естественно, это развитие сельского хозяйства. Почему? Потому что у нас есть полная возможность обеспечивать продуктами питания у себя в Хакасии и здесь. Вопросы строительные, индустрии, строительство у нас, они постоянно на контроле находятся. И вот сейчас надо усилить жилищное строительство в Хакасии. Хотя мы не отсталые в стране, мы идем где-то условно в первой половине субъекта Федерации, но тем не менее качество жилья надо всегда повышать. Это и смена и замена аварийного, ветхого жилищного фонда. Это мы активно работаем. И я думаю, что мы с этой задачей в ближайшие 5-6 лет полностью справимся. Правительство нацелено тоже на позитивную работу, эффективную работу. Это тоже вдохновляет. Спасибо. Напомню, это была рубрика интервью. Сегодня в гостем у нас был председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Николаевич Штагаш.